ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ О, здарова! Слушай, ты похож на этого, на актёра, который играл КУХНЯ, помнишь сериал? На какого? Ну, главного героя, повара, шеф-повара, который играл Что-то новое, но мне ни разу еще не похоже Ну, ты помнишь, ты помнишь, как его фамилия? Фамилию не помню, но я понял про кого-то, который за Спартак болел Ну, я не знаю, за кого он болел, то ли Назаров, что ли, его фамилия, я не помню Ну, нет, я понял Ну, он такой классный чел, он против войны, такой, знаешь, нормальный он чел А ты за войну, нет? У него ради нормальный, то есть, ради есть люди, которые за войну Есть, которые соглашаются, либо не соглашаются с определенной точки зрения, но никак не за войну За войну, наверное, все люди против Да, слушай, а почему тогда у вас сажают за плакат «Нет войне»? Ну, не знаю, сажают, нет, не понять А, не знаешь, да, я понимаю Не знаю Ну, если я не знаю, то не знаю, что этого нет Может, оно есть, а может, и нет, не знаю В огромном количестве городов Ты из какого города? В России, с Муромом А, ты с Муромом? А нифига себе Это в этих страшных муромских лицах, да? Почему страшных лицах? Ну, смотри, всякая нечисть бродит тучей, и на проездных сеет страх Воет воем, что твои упокойники, если есть там соловьи, то разбойники Ой, ну, не знаю просчёты, но сюда возьмём бы хорошо Туда кем ты? Ты не кузнец, случайно? Нет, я не видел Нифига себе Я думал, ты кузнец такой, знаешь Кузнец вакула здоровый такой Ну, многие так Я вот сейчас рулет подображу, хожу Многие, что там, кузнец меня ассоциации Тебе больше подходит кувалду держать в руках, чем какой-то ювелирный этот самый инструмент Возможно, возможно Слушай, откажи мне, кузнец А ты что поддерживаешь, да? Вот то, что творит Россия в военном плане с Украиной А ты что творит? Она просто на опережение работает здесь, да? На опережение Смотри, ты же сам понимаешь, что Украина подневольная сейчас То есть есть не именно народу, а именно правительство подневольное В Украине, вернее всего, место правительства и ваши правительства руководят А вы, как подневольные люди, с этим ничего сделать не можете Ну, это чисто мое объективное мнение Ну, конечно, это очень жаль, что так сложилось Я, конечно же, не поддерживаю, что творится там вообще с нашими братскими народами Ну, видно, временной отрезок сейчас складывается именно так, что надо это, наверное, как-то переживать Потому что это не первый раз, когда происходит какая-то дичь на Украине Слушай, а кто управляет правительством Украины, по-твоему? Ну, чисто по-моему, я думаю, американцы А зачем? Ой, это не ко мне вопрос Я думаю, а там я прав, не прав, я не знаю Ну, по крайней мере, я так думаю Ну, ты же так думаешь на основании какой-то информации Ты же не сам придумал это из воздуха Это же из вашего телевизора льется, правильно? Ты же оттуда это взял? Ну, не только российского СМИ В принципе, я не такой довольно-таки старый человек Я могу просмотреть даже какие-то СМИ других стран И посмотреть, что они говорят, что говорят те же самые европейцы Не подконтрольные СМИ, которые европейские А вот обычно люди, например, в Германии Или еще откуда-то, понимаете? Мнения у всех разные То есть нет такого конкретного мнения, что вот Ну, вот так И ты выбрал мнение, которое тебе, как бы, больше всего по душе подходит, правильно? Не понимая, правильно это неправильно, верно? Ну, я могу так же вам это парировать Вы же тоже, как бы, выбираете то, что вам хочется Нет, нет, неправда Ну, это вы так говорите Нет, неправда Я пытаюсь всеми силами осуществлять именно отбор абсолютно объективный То есть я слушаю и смотрю все стороны, анализирую это И исходя из достоверности и так далее У меня складывается общая картина У меня нет то, что мне удобно или неудобно Ну, вы, да иначе, у вас сейчас складывается мнение, что, например, Россия на Павле и так это Вот А причина, как вы говорите, российской агрессии Вы же если объективно смотрится, то вы должны тоже понимать, почему это все происходит Дело в том, что, вы знаете, Гитлер, когда напал на Советский Союз, он тоже выдвинул целый ряд объективных, так называемых, причин Это ровно то же самое, это ничем не отличается А потом, вы знаете, чем закончилось все германское руководство? Петлю и оно все закончилось Ну, кроме Гитлера, который успел там покончить жизнь самоубийством И еще там не знаю И еще под вопросом, кто там все покончил Там много век несклонной, мог и не покончить Нет, 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 есть много разных мифов там, да, никто точно Ну, вроде бы, вроде бы Вроде бы его труп потом все-таки идентифицировали, сожженные уже Ну, в общем Ну, это идентификация, сами, вы знаете, происходила Ну, мне кажется Ну, ладно Бог с ним, мы же не об этом говорим Я говорю о том, что Руководство закончило Петлей, грубо говоря, все То же самое и ваше То же самое у вас в стране сейчас творится Ваша страна придумывает отмазки И хочет закончить на эшафоте свою жизнь Смотрите Когда, ну, в таком там, в 41-м году Сталину говорили, что Германия нападет Сталин не поверил И при этом много людей погибло В этот раз мы, я думаю, сыграли немножко напережение Вот Также, например Понимаете, вы приводите пример с той стороны Понимаете, всегда с той стороны Франция, когда нападала Там, Германия Понимаете Вот, на территории Вот, бедная Территория Руси Вот, Украинская Она всегда Во все времена страдала Вот Вот На ее веку На всех веках Украинские веки Они Ну, мне кажется Судьбой так подначерпаны Что Пытается На них вести войны И Пытается Дохлотить их Территории А для чего? Не знаю Не знаю Я понимаю Хорошо, скажите мне тогда последний вопрос Почему Вы решили На каком основании Или на основании каких источников Информационных Вы сделали вывод Что Украина Собиралась Напасть на Россию Потому что Более абсурдного Заявления Мне даже сложно Представить Ну Если Я Слышу По крайней мере Что Зеленский Заявлял О Создании Ядерного Оружия Вхождение В блок НАТО Плюс 21 Чепла 21 февраля В Гороженные силы Украины ДРГ Напали на Блок Пост Злоковской области Ну Пограничный Блок Пост Что является Прямой Агрессией Нападение На Российскую Федерацию Мы могли бы Конечно Мы могли бы Наверное Скрупя Зубы Ну Проглотить это Ну Видно не проглотили Ну Как раз Оказалось Случайно Поставили все Свои войска Сотни тысяч Вокруг Украины Случайно Как раз В этот момент Вам удалось Напасть на Украину Я понимаю Ну Это вы так видите А я вижу Что 21 февраля Украина Это же Это же факт Понимаете Вы сами знаете А кем Кем этот факт подтвержден Можно узнать Например На нашу Ну Россию Грубо говоря Нападает Например Другая страна Как ДРГ Хорошо ДРГ Не именно Вся страна Почему вы решили Что это факт Кем это доказано Факт это доказанная вещь Кем это доказано Россия Зачем нам доказательство Другой какой-то страны Ну Понимаете Если на нападает Например Вот Возьмем Россия Как вы считаете Напала на Украину Конечно Так весь мир считает Не я так считаю Ну Я к примеру говорю Нам же не нужно И мы не спрашиваем Где доказательства Напала на Украину А я спросите Есть доказательства Конечно Спросите Без проблем Есть доказательства У любого факта Есть свои доказательства Если это реальный факт только А не вымышленный Смотрите Ну По крайней мере Не вымышленный 21 число Нападение ДРГ На Пограничный Гарнизон В Ростовском Ну Это вы думаете Что он не вымышленный На самом деле он вымышленный Хорошо Если вы доказательства Учислился С 19 числа 19 февраля Обстрел Луганской Донецкой Де Области Где Зафиксирована Миссия Области Я думаю Области Ну Зафиксирован Обстрел Кого И с какой стороны А там указано Там Вы же сами Прекрасно Понимаете Миссия Области Не указывает Кто Обстрел Совершенно верно Для чего тогда Вы это упомянули Я поэтому Вам Я вам скажу Но там Самое интересное Указывается Откуда Был обстрел Откуда Был обстрел Совершенно верно Как Там указывается Откуда Был обстрел Откуда Там Понимаете Понятно Что Она не занималась Но там Если Это Она бы Занялась То Там Было бы наглядно Да Но Она не занималась Поэтому Это Вымышленная А вот Россия Занималась Этим Вычислением Она Утверждает Что Именно Если Заняться Вычислением Политических То Все Будет Так Россия Врет Постоянно Ей же Никто Не верит В мире Давно Что Мешает Опровергнуть Давайте Давайте Проведем Политическую Экспертизу Давайте Если Были Отчеты Если Были Привлекли К этому ОБСЕ ОБСЕ Сделали ООН Какая ОБСЕ 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 Вы Не привлекли Другие ОБСЕ Почему Вы Провергли Нельзя Провергнуть То Чего Нет Что Вы Говорите Вот Самое Интересное Например Одна Страна Почему Когда Вы Сбиты Самолетом Я Не помню В таком году Боинг 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 А Вы Не могли Ничего Повернуть Как не могли Суд же Суд состоялся Есть Обвиняемые Суд Состоялся А вы Не ошибаюсь Страну Малайзию Спрашивали Она Дала Конкретный ответ Она Не верит Экспертизе А причем Тут Она Вообще И что Что от этого Меняется Страна Которая Потерпела Заявила Что Она Не верит Совершенно верно Потому что Она Задницу Лежит России На тот момент На тот момент Лизала Задницу Ой Знаете Ну ладно Мы Полезни Гибры Которые Не знаем Просто сидим Сейчас Грубо говоря Пытаемся Вы Не знаете Я знаю Я этим занимаюсь Очень глубоко Регулярно И детально Понимаете Ну Хорошо Я Радовал Что Я могу Сказать Вы Если Не Зачем Спрашивать Обычного Обывателя Я понимаю Что Вы Возможно Это записываете На стриме Нет Я объясню Почему я спрашиваю Потому что Мне интересно Мнение Простых россиян Я его формирую Общую Общую картину Мнений Вот из таких Как вы Вам по крайней мере Спасибо Что вы умеете Спокойно говорить Потому что россияне Обычно Брызжат Злостью И всем чем можно И Да нет Вы Понимаете Я отношусь просто К украинцам Как себе То есть Вы такой же народ Как и я Не более того И не менее того Я вас прекрасно понимаю Что сейчас все это происходит И Я конечно же Хочу Чтобы Между Нашими странами Был мир И спокойствие И Конечно же Не было войны Ну Я так же понимаю Почему Это получилось У нас Мнение с вами Отличается Смотрите Как вы думаете Исходя из Сегодняшних событий Последний вопрос Как вы думаете Исходя из Той информации Которой Вы владеете Чем это Закончится В чем Будет выражаться Что вот все Оно закончилось Ну Все войны В конце концов Либо Есть два варианта Либо Подписание Каких-то Межных соглашений Ну что Просто надоело воевать И той и другой стране И Я думаю Второе Либо Даже знаем Три варианта Либо Отвод Российских войск Ну Понимаете Я думаю Отвода Так какового Не будет А будет Просто Будет не отвод А отбег Отбег Будет Российских Ну это вы Так говорите Я думаю Возможно Останутся На этих же позициях Как сейчас Вот Ну Отвода Конечно Не будет И Либо Для вас Это Конечно Не приемлем Но Российскую Федерацию Наверное Выиграет Как вы думаете Сколько еще сотен Тысяч Или миллион Людей Россия готова Положить Чтобы взять еще там Два поселка Каких-нибудь И то Навряд ли В нем это уже получится Ну Это Обратно Вы Как видите Сколько Сколько Сотен Тысяч Вы думаете Ваша страна Готова еще убить Ваших военнослужащих И Мобиков И так далее Или миллионов Может Понимаете Этот вопрос Может попроситься Так же Это неудобный Вопрос Для меня Как человека Потому что Вы сейчас Прямым текстом Говорите Что Российская Федерация Она Впрятана Под вашими фразами Что Подтверждение Что мы напали Я еще раз говорю У меня другое мнение И Мы не нападали Ну Это же подтверждает Международное сообщество Что вы напали Это не мое мнение Понимаете Международное сообщество Это не весь мир Как это не весь мир? Это весь мир Есть страны Которые не так и думают Понимаете А Северная Корея Например Иран Да Это очень ценно Конечно Ориентироваться на такие страны Это очень важно Ну Понимаете Вы тоже ориентируетесь На весь мир На весь цивилизованный мир На весь цивилизованный мир Ну Ну Я не вижу цивилизации Например Если люди желают Вы же понимаете Вы сейчас Своим Виторическим Как бы выражениями Пытаетесь Все равно Нам бы Не договориться Ну Они Так-то И мирно общаться А вы все равно Пытаетесь В своих словах Я понимаю вашу обиду Я понимаю это Но вы пытаетесь Все равно Преподвести Слово Войне То есть Мы выиграем Мы Выигоним Русский Там И еще Что-то А я вижу Что Надо между Нашими странами Вести Диалог О мире Да Ваша страна Ваша страна Не хочет вести Вы же понимаете Я говорю о себе Я не могу О стране говорить Я не знаю Ваша страна просто тупо уводит свои войска с захваченных территорий Все И не надо ни о чем говорить Все война закончилась Понимаете А Украина никуда не может уйти Это ее земля Она перестанет существовать Понимаете в чем разница Ну Есть люди Например Которые Да Живут на той территории Где сейчас ДНР ВОНР Они не хотят с ними уходить Кто Кто вам это сказал? Ну Кто вам сказал Что они хотят Международное Законодательство Сказал Международное законодательство Говорит О том Что Эти земли Оккупированы Оккупированы Вот И все Это говорит об этом Международное законодательство Мы еще раз Смотрите Международное Это Мы сейчас не верим этим людям И От слова Вообще Потому что Там Строивают все на обмане И Как диктует Международное Как вы говорите Смиризованный мир Исключает С этого мира Другие страны Понимаете Нельзя исключать Планеты Земля Какие-то народности И какие-то страны Как нельзя Страны террористы Исключать Как нельзя Ладно Я вас понимаю Понимаю Вы сейчас Обратно Везет Территорию Если Страна воюет Это Для вас Страна Например И вы не считаете Нет Она захватывает Чужие территории Присоединяет К себе Понимаете Я Я Вас Я Понимаю Я Другая Позиция Я считаю Что Все Люди Это Люди Поэтому Убивает Этих Самых Других Людей Я Понимаю Вашу Позицию Хорошая Других 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 Без Других И Я Я Вами Разговариваю Ваша Страна Имеет Возможность Мирно Уйти Захваченных Земель И Если Ваша Страна Не уйдет То Украина Перестанет Существовать Вы Разницу Чувствуете Есть Люди Которые Не хотят Чтобы Уходили Как же Мариуполь Там Территория Где Они Увидели Да Что Вы Убиваете Оккупировали Территорию Им Это Понравилось Да Вы Обратно Обратно Жил В своем Я Я понимаю Вас Злость Ну Это Злость Да Нет Какая Злость Это У меня Я Спокойно Говорю Абсолютно Абсолютно Нет Вы Вы Общаетесь Спокойно Я вижу Я Речь Не идет Понимаете За что Мне Злиться Мне Мне Вас Реально Жалко Это Ваша Оппозиция Я Не Справе Собой Или Исправлять Это Ваши Жалко Мне Российский народ Убогость Российского народ Серый Мне Очень жалко Что Российский народ превратился Вот Такое Такие Существования Вы Ошибаетесь Ошибаетесь Понимаю Мы Очень Культурные Вежливые Добрые Люди Я понял Хорошо Пойду я дальше Всего Вам доброго Мира Добра Я Надеюсь Пока Да Надеюсь Конечно Тем Что Выгонят Вас Всех Насчет Скоро Вопрос Относительный Но Конечно Этим закончится Добрые Мы Все Добрые Но Будем Воевать До тех пор Пока Не договоримся Об окончании войны Нормально Да Риторика Конечно Классно Муромский Ювелир Как бы назвать этот ролик Друзья Назовем его Выходец Из Муромских Лесов Вот так Я думаю В этом будет и Смысл какой-то И Прямой И И Перенос А мы не забываем Подписываться Писать коменты Распространять ролик Лайк Обязательно Колокольчик Обязательно Ну и до новых встреч Пока До новых встреч Пока Продолжение следует...